Универсал на российском рынке — явление краснокнижное. Обычные пятидверные универсалы без кроссоверных замашек можно пересчитать по пальцам. Из 60 представленных в стране брендов такие модели есть ровно у пятерых — у Audi, Kia, Mini, Porsche и Skoda. И кто бы мог подумать, что шестым окажется корейский Genesis. Пятидверный G70 Shooting Brake, само собой, нацелен на Европу. Но российский офис Hyundai Motor посчитал, что в деле завоевания рынка расширение гаммы отнюдь не помешает, поэтому отечественные дилеры уже принимают заказы на универсалы G70. Однако в отличие от четырех дверок, организовывать сборку шутинг-брейков на калининградском автоторе не стали — возить машины в Россию будут исключительно из Кореи. Технически это очень необычный автомобиль — кузов до задней стойки идентичен седану, и даже окон в багажном отделении нет, поэтому пятую дверь пришлось сделать просто огромной — с стеклом и нависающим козырьком спойлером. Кстати, багажник формально на 150 литров больше, чем у седана. Силовая гамма урезана. В отличие от четырехдверного G70, заказать шутинг-брейк с задним приводом или турбомотором V6 3.3 нельзя. Остались только два варианта двухлитровой турбочетверки — оба с восьмиступенчатым автоматом и трансмиссией 4х4. Однако комплектации пересмотрены так, чтобы включить в базу часть опционального оборудования. Поэтому реальная доплата за пятидверный кузов получилась умеренной — около 100 тысяч рублей. И ещё о нишевых моделях. BMW внесла правки во всю свою восьмую серию, а именно в купе, кабрио и четырехдверку Grand Coupe. Изменения оказались косметическими. Решётка радиатора теперь подсвечивается, а М-обвес стал стандартным — просто потому, что его заказывали почти все покупатели. Как следствие, в базу перешли и интерьерные особенности машин в бывшем М-исполнении — рули, кресла и металлический декор. Центральный экран увеличился с 10 до 12,3 дюйма, а сама мультимедийка обросла новыми функциями. Силовую гамму обычных восьмёрок не трогали — это по-прежнему бензиновая и дизельные шестёрки плюс один V8. Причём задний привод доступен только для начальной бензиновой версии 840. Оптимизация коснулась модели М8, где невостребованной оказалась базовая 600-сильная версия — без приставки Competition. Производство обновлённых машин стартует в марте, а цены уже объявлены. Формально они подросли на 200 тысяч рублей, но с учётом улучшенной комплектации — удорожание выглядит даже выгодным.